Прием-прием, здарова всем, с вами HillHertz. В этом видео я расскажу вам об опыте использования Bluetooth гарнитуры BM51. Это достаточно узконаправленный девайс, однако для определенных задач он очень хорош. Также я сразу должен сказать, что это устройство мне заслали, однако никакого ТЗ не было. Начинаю с комплекта поставки и распаковки. Приходит устройство в маленькой коробке, снизу есть две пломбы, из комплекта у нас есть чехол, где и лежит наушник, а также провод для зарядки и две сменные амбушюры размером меньше и больше, чем та, которая уже установлена на наушнике. Еще есть инструкция, которая даже на русском языке, гарнитура к слову тоже русифицирована, что было для меня удивлением. Предлагаю перейти ко внешнему виду. Кейс достаточно большой, однако плоский, его размеры вы видите на экранах. Изготовлен он из матового пластика, достаточно цепкий, хотя сама форма напоминает мыло. В руках лежит хорошо, но норовит выскользнуть. Крышка особо не фиксируется и если неправильно сложить наушник, то крышка будет приоткрыто. Наушник сам немножко примагничен. Если достать наушник, то снизу мы видим два контакта для зарядки, а если положить гарнитуру обратно, то она начнет заряжаться, а на экране можно увидеть уровень заряда. В момент зарядки кейса будет гореть красный светодиод, а когда он полностью зарядится, уже синий. Теперь к самому наушнику. На вид все выглядит очень хорошо и качественно, ничего особо даже не люфтит. Когда вертишь наушник и регулируешь, также нет скрипов или ощущения, что товар некачественный. Здесь есть возможность регулировки высоты под разные уши, а также можно пользоваться как на левом, так и на правом ухе. Стоит просто перекрутить крючок на ухо и микрофон в другую сторону. Там, где располагается аккумулятор, есть порт Type-C под заглушкой для зарядки наушника напрямую без кейса. Из элементов управления здесь есть четыре кнопки. Основная кнопка включает и выключает гарнитуру, а также принимает звонки. Две клавиши громкости регулируют звук и меняют трек, если их зажать. И последняя кнопка отключает микрофон принудительно, если вам это требуется. Все это располагается достаточно интуитивно и ты быстро привыкаешь к органам управления. На самой штанге располагается два отверстия для микрофонов. За счет этого тут реализована система шумоподавления. Только это то шумоподавление, которое для голоса, то есть собеседник будет вас хорошо слышать, даже если вы находитесь и разговариваете в шумном месте. Версия Bluetooth тут 5.2, от валов или нестабильного подключения я не заметил. Подключается гарнитура быстро и без проблем. Для меня было немалым удивлением то, что здесь есть кодек APTX. Не во всех более дорогих гарнитурах он есть, а тут такое реализовано, я был очень приятно удивлен. Теперь стоит поговорить о качестве звука. Сначала о том, как все слышно тебе, как пользователю. Любые подкасты или музыку слушать можно с большущим удовольствием. Громкости хватает с очень большим запасом, так что даже в сильно шумном месте ты будешь слышать собеседника. Также кнопки громкости на гарнитуре регулируют громкость независимо от громкости на телефоне. Однако лично я бы рассматривал эту гарнитуру только как средство для разговоров, ведь слушать музыку в одном ухе не так приятно, но это лично мне. Также хочу заметить, что есть как английская версия озвучки, так и русская, то есть все действия, которые вы совершаете, озвучены приятной женщиной на русском языке. Больше того, здесь есть возможность подключения сразу к двум устройствам, то есть можно подключаться к ноутбуку и телефону, начать смотреть фильм на ноутбуке, а если кто-то позвонит, то гарнитура оповестит звуковым сигналом, после чего можно принять вызов, а уже после гарнитура автоматически снова подключится к ноутбуку и можно будет продолжить просмотр фильма. Лично для меня это просто какие-то фантастические технологии и я в восторге от такого. Насчет микрофона. Он тут очень высокого уровня, я пробовал звонить разным людям и никто не жаловался на качество звука. Также я пробовал разговаривать в ванне с включенной водой, с феном, на кухне с вытяжкой, и собеседник всегда меня слышал. В случаях с очень сильным шумом не так отчетливо, однако разобрать слова всегда можно было. Так что свою прямую функцию быть разговорной гарнитурой этот наушник выполняет полностью. Прием, прием. Здравствуйте, дамы и господа. Примерно какого-то вот такого качества звучания можно добиться от этой гарнитуры. Сейчас я, получается, подключил напрямую к компьютеру. В принципе, могу даже, наверное, на фоне что-нибудь сильно включить. Например, давайте фен возьмем сейчас. И самое приятное, что я могу ходить по комнате и, в принципе, будет пользоваться. Включаю очень сильно фен. Вот, включил фен. Если что-то будет слышно, тогда это просто минимальное качество работы микрофона. Автономности тут очень даже достаточно. Кейсом точно можно зарядить наушники три раза и еще чуть-чуть останется. Если вы планируете стабильно разговаривать по 3-4 часа в день, то на два дня вам точно хватит. Если же планируете слушать только музыку, то хватит немного дольше. Насчет цены тут следующее. Сейчас без распродаж на Алиэкспрессе можно купить вот по такой цене. Однако на распродажах все будет сильно дешевле и выгоднее. Ну и плюс не забываем, что есть еще и озон. Если подводить итог, то это очень хорошее устройство, если вам нужно много говорить и нужны свободные руки. Если вы, например, за рулем или автомеханик, то это будет незаменимая штука, чтобы облегчить себе жизнь. Надеюсь, что видео кажется полезным для кого-то. Примного всех благодарю за просмотр. Всем все хорошего, счастья, здоровья. Играйте, пожалуйста, хорошие игры. Всем добра. А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем бусте. Честно скажу, что контента там почти нет. Но вдруг кто-то хочет поддержать меня. Так как сейчас это лучший вариант с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Ну и также выражаю просто внеземную благодарность всем, кто уже поддерживает. Примного всех благодарю за просмотр. Всем все хорошего, счастья, здоровья. Играйте, пожалуйста, в хорошие игры. Всем добра.